Машины едут, а водителя нет. Светофоры, разметки и дорожные знаки. Все это берут на себя датчики, камеры и программы. Эта маршрутка на автопилоте знает все дороги и парковки Иннополиса. Сегодня она повезла своих первых пассажиров. Очень комфортно, очень интересно. Я думаю, что это будет удобно для жителей Иннополиса. Иннополис первый город в Европе, где беспилотники будут ездить постоянно. Чтобы стать пассажиром, нужно оставить заявку в мэрии. После доехать до университета или центра имени Попова, туда, где находится большинство компаний города, смогут его сотрудники, студенты и все жители. Конечно же, мы очень надеемся, что не только Иннополис, но и жители нашей столицы смогут пользоваться возможностями беспилотных автомобилей. Пассажиру можно даже не сомневаться в компетенции водителя. По сути, эта машина запрограммирована на идеальное вождение. Для этого в ее программном обеспечении есть функции постоянного обучения. Пока машина обучена доставлять в пять точек Иннополиса, в будущем сможет и до десяти. Университет Иннополис и город Иннополис, он прежде всего про людей, про вас и для вас. Вчера студенты, сегодня айтишники. Наукоград празднует выпускной университета Иннополис. В этом году его закончили 149 будущих разработчиков, роботоконструкторов, программных инженеров. Учеба полностью на английском языке. Профессора к нам приезжают из разных стран. Канада, Америка, Италия. И это очень хороший опыт. Общение с ними. Они нас многому научили, чему я очень рада. А теперь мы готовы применить наши знания и навыки уже на работе. В свои айти-знания выпускница намерена пустить на развитие умных ферм. Пока это наметки для стартапа. Такую возможность предоставляет вуз. Студенты могут выбрать, начинать в Иннополисе свое дело или работать в компаниях. 49 выпускников остаются в городе как бакалавры и 100 после магистратуры. Рамиль Шайдулин, Марацид Гараев, ТНВ, Иннополис.